Привет, друзья! Индии и России нужно развивать транспортную инфраструктуру. Индия и Россия для развития экономического сотрудничества должны уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры, заявил бывший первый зам главы МИД Индии Шашанг. Цитата. Мы работаем над коридором Север-Юг между Россией и Индией, который пройдет через Иран. Это также поможет странам Центральной Азии и Европы. Также ведутся переговоры о морском маршруте Владивосток-Чинаи. Цитата. Мы надеемся, что в будущем мы также сможем использовать трубопроводы для поставок нефти и газа из России в Индию. Поскольку Россия сейчас решила переключиться с европейских рынков на азиатские, Индия может оказаться очень крупным покупателем российской нефти и других энергоресурсов. Значит, весь план сегодняшнего эфира приходится менять на ходу, потому что вот сколько было, 18.55, показали ответ президент Путина на вопрос нашего коллеги Павла Зарубина о том, а что же будет, если Украина получит разрешение на применение высокоточных западных ракет по глубинным районам России, президент предельно четко, предельно конкретно и предельно страшно, я бы сказал бы, прокомментировал. Наконец дал ответ, что будет. Давайте еще раз посмотрим, потом я попробую порассуждать. В последние дни мы видим и слышим, как на очень высоком уровне в Великобритании и в США муссируется тема о том, что киевский режим сможет наносить удары в двух территориях России западными вооружениями в большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И это вещи, конечно, экстраординарные. Хотелось попросить прокомментировать то, что происходит. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по всей территории. Он и так наносит с помощью беспилотных лизательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которые на Украине не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах. В общем, с НАТОвских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием, или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Всем понятно? Нет? Ну, давайте попробую проакцентировать некоторый момент. Хотя тут, в общем, нечего абсолютно акцентировать. Сказано буквально следующее. В случае применения высокоточных ракет по районам, ну, так вот, я придумал такой термин, глубинным районам России, по удаленным районам России, это будет рассматриваться как прямая агрессия стран Североатлантического блока против Российской Федерации, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дальше мы обращаемся к ядерной доктрине. С ядерной доктриной тут есть некоторая непонятка. То есть она на сегодняшний момент предусматривает нанесение ядерного удара, ну, то, что называется, встречного. Второй случай применения ядерного оружия в случае создания угрозы самому существованию России. Ну, то есть, как бы, вот, если война конвенциальными средствами идет как-то не так, тогда, в общем, Россия расчехляет свою ядерную бомбу. С моей точки зрения, вот этот вот второй пункт может трактоваться максимально широко. Максимально широко. Будет ли немедленно нанесен удар Искандерами с ядерными боеголовками по базе Рамштайн, например, по Варшаве, по Лондону, по Парижу, по Берлину, я понятия не имею. Как бы, я же не член военной коллегии Министерства обороны, я не работаю в Генеральном штабе. То есть, я даже не представляю, как планируются подобного рода операции. Я просто вот рассуждаю, как просто вот взрослый обыватель. Ну так. Ракеты чьи? Ну, которые вроде бы как ракеты чьи? Ракеты британские, ракеты французские, ракеты американские. Кстати, сейчас отдельно пару слов добавлю. А немцы почему не хотели вписываться в эту историю? Ну, почему Шольц упирался вот совершенно каким-то необыкновенным образом, не давая Тауруса? Хотя Таурус принципиально не отличается. Ни от Скальпа, ни от Шторм Шэдоу. Принципиальных отличий нет. Ну да, чуть тяжелее боеголовка. Ну и что? Ну, потому что та логика, которую, видимо, ему описывали военные советники, различные сценарии, ну, вот подсказывала именно тот сценарий, о котором сегодня прямым текстом говорил российский президент. Мы не рассматриваем украинских военных в данном случае как военных. То есть мы отдаем себе отчет, что если дальнобойные атакамсы летят в сторону Ростова или Петербурга, или Воронежа, докуда они добивают, или Курска, мы понимаем, что полетные задания в блоки управления этих ракет вводятся иностранными специалистами, и, соответственно, разведданные получаются напрямую с американских и других натовских спутников. Все. Вот по какой-то причине товарищ Шольц пока что не захотел участвовать в этом марлезонском балете. Но тут ведь понимаете, как? А то, что, что называется, есть нюансы. С Францией и Великобританией все понятно. Вот совсем все понятно. Вот он, город Лондон. Вот он, город... Ну, какие есть города? Город Эдинбург, например, тоже я там бывал, знаю. Вот город Манчестер. Тоже все знают. Манчестер Юнайтед. Ливерпуль. Ну, вы вспомните еще несколько британских городов, которые, в общем, вполне себе достойны того, что по ним прилетело. Вот Франция. Прекрасная, любимая нами Франция. Нас так много с Францией связывает. Есть прекрасный Париж. Есть Марсель. Есть Бурдо. Есть Страсбург. Но есть еще ряд интересных французских городов. Кстати, крупнейшая французская атомная станция находится всего лишь в 170 километрах от французской столицы. Ну, так, к слову. Ну, и вообще там примерно половина французской энергетики, это атомная энергетика, в случае каких-то вот глобальных военных неприятностей, и вся Франция, и все прилегающие к Франции страны превращаются, ну, скажем так, в территории сильно зараженной радиацией. Сильно зараженной радиацией. Безнадежно зараженной радиацией. Есть немцы, которым кажется, я уж не знаю, что им кажется, то ли им кажется, что они очень умные, то ли им кажется, что они очень хитрые, то ли им кажется, что можно, значит, ну, подавать всякие сигналы, ну, как, они же знают, что Путин прекрасно знает немецкий язык, Путин любит Германию. Он долго там жил, да, он любит Германию, и, собственно, никогда этого не скрывал. Немецкую культуру. И вот они, значит, машут рукой, не-не-не, мы, мы оккупированная держава, мы ни при чем, мы ни при чем. Знаете что, дорогие товарищи, а майне комараден, это не поможет, потому что крупнейшая американская военная база на территории Европы находится, где, правильно, маленький, аккуратный городок Рамштайн и одноименная музыкальная группа. Поэтому то, что по Рамштайну прилетит термоядерная боеголовка, в этом нет ни малейших сомнений. Значит, теперь ключевой вопрос. Ну, вы же можете спросить, типа, ну, как бы они же не идиоты, но они же не идиоты, всем же хочется жить. Ну, то есть, есть понимание, что вот в данном случае мало никому не покажется. И изображать исторический оптимизм по поводу того, что наконец-то в ход пойдет ядерка, как некоторые тут, значит, в течение двух лет причмокивали. Ну, я уж не знаю там, легкие седативные препараты помогают в данном случае или нет? Наверное, нет. То есть, испытывать, в общем, возбуждение, приятное возбуждение по этому поводу довольно странно. довольно странно. И просто логика подсказывает, что плохой сценарий для всех. Но тут как посмотреть? Концепция ограниченной ядерной войны была изобретена еще в 70-е годы 20-го века американскими военными политиками. То есть, это вообще очень долгая история. То есть, концептуально ядерное оружие с момента своего испытания, а Хиросима и Нагасаки по большому счету было продолжением испытания ядерного оружия, потому что то, что они взрывали в пустыне Невада, это, в общем, так не очень было понятно. Испытали, да, в Японии, посмотрели, как работает. Ну, непонятно, как работает. Непонятно. Но дальше планировщики сидели и начали рисовать планы. Хорошо, как бы. Значит, у нас в руках уникальное оружие, если мы его применим, то будет то-то, 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 значит, дальше такие-то, такие-то, такие-то действия. Не загружаю вас ненужной информацией, скажу просто. Генералы ничего не придумали. Генералы не придумали, что делать с ядерной бомбой. То есть она не гарантирует собственно победы в конфликте, но особенно в таком глобальном конфликте, когда в сторону друг друга полетели, допустим, там по несколько тысяч ядерных ракет, они преодолевают систему противоракетной обороны, значит, которая там что-то не взорвалось, что-то упало не там, где нужно. Но в принципе того, что прилетит, обеспечивает масштаб такого ущерба, что война лишается всякого смысла. А война всегда ведется с конкретными целями. Никто не ведет войну просто для того, чтобы вот, так сказать, выпустить пар. Это все паршивые пацифисты, либералы, значит, любят сотрясать воздух. Нет. Любая война всегда ведется с конкретными целями. И там считают и сдержки, и возможные, так сказать, бенефиты, которые можно получить. Здесь бенефитов нет. Чистый минус. Поэтому американцы в 70-е годы придумали концепцию ограниченной ядерной войны. Значит, сводилась она к тому, что военное столкновение можно ограничить европейским континентом. Ну как, ну вот, блок НАТО, вот, да, американские базы, вот, соответственно, места, где размещены американские боеголовки, значит, начинается конфликт, пух-пух-пух, все полетело, пиу-пиу, сгорел Париж, Мадрид, Лондон, вот, все сгорело, да, европейская часть Советского Союза тире России тоже сгорела, но Соединенные Штаты вроде бы как и не при делах. Вот это, как бы, вот, вот это допущение меня всегда с детства смущало. То есть я всегда так вот спотыкался и думал, а почему они считают, что не при делах? Ну, то есть, видимо, и сейчас как бы эта логика есть. То есть базовый сценарий, он следующий, что вот мы сейчас попробуем, так сказать, ну, чуть-чуть, чуть-чуть попробуем. Русские жахнут, ну, по набору городов, которые я озвучил, ну, типа там, Польшу, которую никому не жалко, например. И Румынию еще. Вот, две страны, которые никому не жалко. Польша и Румыния. Болгария туда же, в принципе. И на этом все кончится. С чего кончится-то, я не понимаю. То есть, если в сторону Воронежа летит американский Атакамс, который наводит американский спутник, с чего оно как бы должно ограничиться городом Краковым-то, объясните мне, или городом Белостоком? Нет, совершенно. Оно не ограничится городом Белостоком и городом Варшавой. В этом нет военной логики. То есть, в течение, наверное, двух суток максимум, все равно мы быстро перейдем вот к этому самому сценарию Армагеддона. Вот как-то так. Вот о чем сказал российский президент. Я должен следующее еще заметить. Кто-то скажет, ну, Путин в своем выступлении накануне СВО, точно так же грозил. И выложат ролики, наверное. Я понимаю. Только мне кажется, не нужно самим себя обманывать. Мы прошли такой длинный путь от февраля 22-го года, такой длинный путь, бесконечно длинный, что проводить любые аналогии, как Россия рассматривала и какие сценарии рисовала этого конфликта два с половиной года назад и какие сценарии были написаны в российском генеральном штабе летом 24-го года. Я думаю, что там есть принципиальная разница. В общем, я не буду скрывать, не буду обманывать, немножечко тревожно, немножечко тревожно. Посмотрим, я посмотрю, что происходит на биржах. Биржа это хороший индикатор, там тоже люди очень нервные, взрослые и очень нервные. Посмотрим, что происходит с ценой на золото. Она, собственно, сегодня установила очередной рекорд исторический, по-моему, 2750, нет, боюсь соврать, но, в общем, очередной исторический рекорд. Золото растет в цене. Когда золото растет в цене, это говорит не о том, что там нефть подорожает или подешевеет или еще чего-то. Это означает, что все, кто может, страхуются. готовит себе вот некие активы на возможно на то время, когда ценностью станет только зерно, дизельное топливо и золото. Ну и патроны, конечно, еще. Вот примерно так. Примерно так. Ну, после перерыва мы еще обсудим рассмотрим, по крайней мере, несколько таких более спокойных сценариев на ту же самую тему. Тем более, что ничего пока что не предрешено. К нам присоединяется Алексей Васильев, политический обозреватель, телеграм-канал, русский инженер. Алексей, приветствую. Ну что, собственно, у нас мощнейшая подводка к нашей сегодняшней беседе. Мы-то ее, в общем, предполагали так вот, спокойное обсуждение, что будет, а как, а что у них есть, а как-то может быть применено. Но вот прям буквально за пять минут до начала программы Верховной сделал, впервые, кстати, прокомментировал новости о возможности вот этого пресловутого в кавычках разрешения Украине применять высокоточные западные системы вооружений по российской территории. В общем, сказал, что если это будет так, то мы это будем рассматривать как вступление НАТО в войну со всеми вытекающими последствиями. А какие вытекающие последствия? Ну, скорее всего, имелось в виду, конечно, это самое применение полноценного ядерного арсенала. Поближе, микрофончик. Да. Соответственно, на самом деле, конечно, я думаю, до каких-то таких серьезных действий не дойдет. Просто так как на Западе очень любят вот эту многоступенчатую лесенку эскалации, то есть таким образом продавливать по чуть-чуть. И, соответственно, каждый раз они, естественно, опасаются нашей реакции. То есть насколько это можно, насколько нельзя. В принципе, испытывать судьбу, получить ядерный удар за то, что Украина применит натовское оружие. Я думаю, это было скорее адресовано множеству политиков, элит, которые сейчас весьма начали переживать, потому что ядерный конфликт с Россией не входит в этот план. Но я прошу прощения, перебью. Мне кажется, вот мы здесь становимся заложниками там сами своих нами же изобретенных тезисов. Нами, я имею в виду вот как бы вот медиа-сообщества, которые в течение там минимум последних полутора лет само себя накручивает, запугивает, значит, возгоняет до состояния истерики, значит, где наша красная линия, давайте мы шандрахнем ядерным оружием. С какого перепуга-то мы должны вот немедленно бить ядерным оружием? Не, я причем не понимал этого и, допустим, полтора года назад. То есть мы ведем войну ограниченного масштаба на самом деле, конвенциальными методами, то есть почему нужно сразу в общем сбрасывать ядерную боеголовку, неважно причем куда, даже вот не буду называть. Сейчас, хорошо, там, Верховный сказал, мы это рассматриваем как конфликт с НАТО, но вообще как бы ядерная доктрина, она говорит о том, что мы отвечаем, то есть если на нас совершено ядерное нападение, тогда, значит, президент достает свой специальный чемоданчик, нажимает, видимо, пресловутую красную кнопку, либо, если возникает в ходе конвенциального конфликта угроза существованию российского государства, тогда, значит, делается то же самое. Но начало, даже вступление в войну НАТО, даже нанесение удара, ну, давай, допустим, ну, что бы ты предложил бы, куда имело бы смысл нанести удары неядерными ракетами. Ну, предположим, ну, давай сразу, вот город Хельсинки рядом с нами, например. Смотрите, вопрос такой, более, сейчас постараюсь сформулировать, так, чтобы четко и понятно. Применение именно ядерного оружия, это последний довод, то есть последняя ступень эскалации. Ну, да, через вот сколько шагов ему предшествует. Второй важный фактор, это пятая, ну, поправка, ну, или пятая статья, точнее, устава НАТО, она вроде как почти обязательна, но там... Но она не автоматическая. Но она не автоматическая, да. И, соответственно, она подразумевает нападение на агрессию на эти страны, ну, участницы НАТО, каких-то третьих стран. Вот. Соответственно, сейчас в данном случае прозвучала по сути юридическая конструкция, означающая, что Россия считает удары этим оружием нападением со стороны стран НАТО уже на себя. То есть, соответственно, это повлечет ответный удар, тоже, допустим, конвенциональным средствами, которые не будут агрессией, ну, с точки зрения юридической. То есть, это мы наносим ответный удар. Соответственно, ответный удар у нас может наноситься куда? Самое оптимальное в данном случае это логистические центры по снабжению. То есть, это Жешов, это, в первую очередь, то есть, польские центры, ну, военные объекты логистические и прочее. Я уже говорил, да, будем бить по странам, которые не жалко, Польша и Румыния. Да, бить по Хельсинки не совсем рационально, потому, точнее, тоже не рационально, сложно обосновать. То есть, логистика непосредственно с поставками румынские порты, румынские логистические центры, потому что, опять же, бить по мирному населению как бы вообще категорически не стоит. Вот, то есть, если наша задача... Это как пойдет, знаете, тут... Ну, по сопутствующей ипотеи, это понятно, это неизбежно, но, как бы не ставить самоцелью бить просто так вот по Мернику. Вот, то есть, соответственно, удары по сугубо военным объектам, демонстративно нанесенные по тому же Жешеву, ну, или там, румынским базам, кто этим занимается, поставками, которые не повлекут мирных потерь внутри этих стран, потери мирных гражданского населения, уже, получается, мы передаем пас Европе для ответа. Так. Проверяйте на прочность ваши красные линии, и если ваша пятая статья становится не красной, а коричневой, то это уже для всего мира будет очевидно. То есть, соответственно, мы, вот если, как Киев решил сыграть ва-банк с Курском, мы можем, в принципе, сыграть ва-банк с Жешевым. Да, это, конечно, риск очень большой, то есть, если они решат, там, совсем сбрендели, но момент-то в том, что у нас идет сейчас предвыборная кампания в США, вот, и, соответственно, перспектива уже самим странам Запада решать, начинать ли ядерную войну или не начинать в ответ на удар по Жешеву. То есть, когда, если мы, допустим, изячно, красиво ударили и нету формального повода в виде мирных, а военных мы объявили законной целью, потому что они поставляют, то есть, такая конструкция. И во всех странах Запада находятся оппоненты, причем, которые сейчас постепенно приходят к власти, оппоненты глобалистам, которые не настроены самоубиться, потому что, опять же, с точки зрения стратегии сейчас начать полноценную войну с Россией для Запада это тоже самоубийство, даже не потому что их, мы там, ну, мы взаимно друг друга не сможем ядерным оружием уничтожить настолько, чтобы вот именно в тотально, это мы уже обсуждали. Но капитально навредить экономике, погубить множество жизней. Не, масштаб ущерба таков, что, как бы, вступление в войну равносильной проигрышу в войне для обеих сторон. Проигрышу третьей стороне. Нет. Самое обидное для них будет, что они проиграют сразу оптом Китаю. Нет, это понятно, это понятно. Им-то тоже это понятно, то есть, им самоубиться об нас для того, чтобы их территорию просто забрали арабы вместе с китайцами. Я боюсь, что эта территория не пригодится ни арабам, ни китайцам. вот это как раз иллюзия. А ядерный взрыв, он не настолько загрязняет. Нагасаки и Хиросима. Ну, согласен, согласен. Как известно, через 30 лет в Чернобыльском районе вполне уже, в общем, люди живут. В Чернобыле было около 900 тонн радиоактивных отходов выброшено на локальной территории. И то сейчас там, в принципе, вполне можно жить, это вот, никаких особых проблем нет. А масса этих активной части ядерного, после ядерного взрыва составляет 2-3 килограмма на 900 тонн. То есть, да, загрязнение будет, там активность какое-то время, но капитально это не настолько, это не тот апокалипсис, который нас любят рисовать в фильмах. Вот, поэтому китайцы заберут западный мир, просто потому, что будет разрушена его сил, ну, энергетика, инфраструктура, силовые, ну, силовые способности будут очень сильно снижены. Понятно. И китайцы просто, ну, вот просто авансом придут и заберут все. Значит, уже, ну, я не знаю, это прошло сразу после заявления Путина, или чуть позже, но, по крайней мере, на ленту, оно попало уже после выступления Владимира Владимировича, такое уточнение о том, что идет речь о том, чтобы разрешить применение высокоточного оружия по России, имея в виду французские и британские ракеты, но не американские. Источник какая-то из американских газет, то есть неофициальный источник, понятное дело. Вот это вот, ну, так, то, что называется там самовозникший комментарий, или это действительно некая продуманная стратегия, которая укладывается в концепцию все той же самой ограниченной войны, придуманной Киссинджером, когда война рассматривалась как некий там возможный сценарий на территории Европы, но без перехода на территорию Соединенных Штатов. Ну, я насчет уточнения насчет американского оружия не слышал, весь этот целиком не успел. Ты просто не успел, ты был в дороге. Да, если было, ну, как бы, может быть, конечно, то есть там какая-то своя история, потому что вот, наивно думать, что мы, ну, как бы, наше руководство, ну, как бы, как сказать, вот прямыми заявлениями там в адрес поддержки одного или другого кандидата искренне так считают. То есть это идет обычная игра, и, то есть, возможно, идет подыгрывание одному кандидату, может быть, и не идет. То есть, это, по сути, такой же самый информационный туман, как, ну, во время войны. А так как у нас по факту идет сейчас не просто холодная война, а холодная война с риском перехода в горячую, то есть конфликт уже идет в гибридной форме, то есть гибридные, это самое, прокси-силы Запада уже нападают на нашу страну, и, собственно, идет конфликт горячий. Просто он еще локализован пока что на территории Украины. Будет ли он там же и останется? То есть, например, как был конфликт 1936-1938 года в Испании, который в тот момент тоже мог непосредственно сразу перейти в мировой, но... Но участники воздержались тогда. Ну, как бы, вот одна из версий, кстати, что Мюнхен, это был вовсе не позорный, что-то его, как у нас вообще принято считать, это был расчетливый ход англичан, потому что они испугались доминирования германской авиации в Испании, убедившись, что их авиация вообще не успевает, им потребовалось время для рассредоциации, лечения производства и наращивания производства новых истребителей. Вот, и поэтому они пожертвовали, грубо говоря, Чехословакия для того, чтобы выиграть это время. Вот, но это предположение, есть такая гипотеза. И, соответственно, сейчас мы же тоже не знаем всех подводных камней, мы, в принципе, не можем о них знать, потому что которые там ведутся переговоры не только между основными участниками, а и между странами, даже не союзниками, странами торговыми, партнерами. Потому что вот у нас, допустим, некоторые люди считают, что там, ну, мнение глобального юга, типа, мол, для нас ничего не значит. На самом деле у этих людей есть огромный на нас инструмент влияния, потому что они нам предоставили возможность обхода западных санкций. Вот. А это рычаг. Да, это понятно. Соответственно, эти рычаги могут в какой-то мере отражаться на нашей экономике, то есть напрямую уже влиять и на наши возможности. С другой стороны, при этом, так как мы возглавили, так сказать, хотели, не хотели, но возглавили по факту антиколониальную борьбу против Запада, это находит очень большую поддержку со стороны простого населения стран этого глобального юга. Вот. И вот эти все факторы мы сейчас всю подноготную не знаем, и поэтому лично мне непонятно, почему люди считают, что на основе каких-то простых заявлений можно делать какие-то далеко идущие выводы. То есть я понимаю, по крайней мере, всю картину, как не просто шахматную доску, а несколько шахматных досок, покрытых еще ложными фигурами, с кучей дезинформационных, как говорится, движений и действий. И, соответственно, стараюсь понять, оценивать потенциал, оценивать мотивацию, оценивать, кому выгодно. И уже исходя, вот, и беря вот эти критерии на вооружение, уже тогда эта туманная шахматная доска становится чуть-чуть понятнее. То есть у нас есть треугольник на планете, то есть мы не являемся основным вызовом, этим кандидатом в гегемоны, мы не бросили вызов США с точки зрения экономической гегемонии, этот вызов бросил Китай. Мы бросили вызов чуть-чуть другой. Мы бросили вызов по границам, правилам игры. Вот. И это сильно отличается от мотивации для США, потому что кандидат в новые гегемоны для них гораздо опаснее, чем тот, кто просто хочет вернуть свое, ну, то, что было нами потеряно в 91-м году. То есть для США это не является какой-то проблемой и, ну, не подводит, не становится экзистенциальной угрозой вообще для золотого миллиарда. То есть они просто, грубо говоря, как с Ираком, ну, с Ираком, с Афганистаном вошли там какое-то время, там, выполнили там свои, скажем так, экономические интересы, грубо говоря, прожили какой-то, просуществовали какой-то период за счет этих ресурсов, этих стран, потом вышли. Вот. Соответственно, они, в принципе, в 90-е нулевые годы с нас вытянули массу ресурсов, мы сейчас окрепли и требуем возвращения нашего, скажем так, наследства. При этом мы не претендуем на большее. Вот. И так как они отказали нам возвращение наследства по факту, ну, то есть, вот требование конца 21-го года это было возвращение наследства. То есть, в серии вырос сын вместо подлоубитого отца, который пришел к этим жуликам и сказал, так, ребят, ну, как бы, вот, а они давай его, типа, будем, так же самое, как твоего батю, будем пытаться, вот. А оказалось, сын оказался и поумнее, и пофизически более подготовленным, менее болезненным, и продержался, то есть, экономический удар, который они наносили по нам, который они смогли нанести, разрушить Советский Союз экономически. Вот. А мы выдержали его. То есть, экономически мы оказались более жизнеспособными, чем СССР. Верно, это правда. Вот. Да, физически у нас объем, по объему, абсолютному объему ресурсов мы, конечно, умеем, ну, проигрываем, но зато жизнеспособность конструкции внутри, то есть, у нас мы не колосс на глиняных ногах, а скорее, вот, как Давид, который юркий, крепкий, да, он меньше Голиафа, но он имеет свои, как говорится, преимущества. Вот. Я бы поэтому так вот оценивал ситуацию. Вот. И, соответственно, сейчас мы вот это вот, если с такой точки зрения смотреть, то передача проблематики, вот, преодоления красных линий, вот этот вот сложный вопрос, передача этих, так сказать, пас в сторону Европы и Вашингтона, это неплохое решение. То есть, теперь они будут думать, как бы им так не нарваться на полноценную ответку и при этом сохранить лицо. Мне вообще, честно говоря, казалось и кажется до сих пор, что вот этот вот визит Блинкина и британского министра иностранных дел, он, в общем, ну, слишком драматичен для того, чтобы быть рабочим визитом, на котором обсуждается вопрос применения там неких систем вооружений. То есть, это вообще, по идее, там военные должны в рабочем каком-то порядке решать. У меня была версия, что, поскольку до выборов осталось полтора месяца, сценарий дальнейшей кампании для всех не очевиден. Понятно, что после ноября кто бы не победил в Штатах вот конфликт в том виде, в котором есть, он будет обнулен, и его все равно захотят там перезапустить в новом формате, либо свернуть. Ну, то есть, как бы все косяки, вот, вот, кто бы что не подразумевал под этим словом, они на уходящей, на уходящей администрации. Вот, это моя версия, собственно, была, и на самом деле даже вот сегодняшнее выступление президента, если его рассматривать вот в политической плоскости, о том, что, как бы, мы все равно видим только внешнюю часть, вот, мы видим ровно столько, сколько вот люди, которые политику делают, считают необходимым продемонстрировать. Мне, в общем, представляется, что, возможно, да, идут некие там переговоры, либо там, игра в гляделки, кто на каких условиях из этого конфликта выйдет, с чем, ну, и, соответственно, что останется там единственной проигравшей стороне. То есть, кто проигравшая сторона и так, понятно, вот, это Зеленский, его администрация, а вот там, на чем будет зафиксирована эта история, это большой вопрос. По сути, у нас сейчас в данный момент идет борьба за границы, то есть, за наследство. То есть, и, соответственно, естественно, стремление Запада, урвавшего больше, кажется, чем должен был бы, вот, они хотят для нас создать худшие условия. Вот, но борьба за наследство это не борьба насмерть, потому что основной удар они наносили по нам, именно используя прокси-силы в виде Украины, наносили по экономике. Вот, если вот, много раз это повторял, объяснял, что у нас основная, самый сложный момент был, это март, апрель 22-го года. То есть, да, потом были, конечно, на фронте какие-то более драматические события, но именно реальный риск в тот момент превышал, ну, как бы, разумные пределы. Потому что в тот момент было абсолютно непонятно, как проведет себя наша бизнес-элита. окажется ли она, окажется ли она компандорской, если бы это случилось, экономические проблемы в стране были бы такими, что мы бы не смогли дальше вести СВО, и ВСУ бы на подъеме энтузиазма вполне могло, мало того, что и Донецк, и Крым, и дальше пойти. Согласен, согласен. Собственно, как бы это... А мы выиграли свою элиту. Да, как бы вопрос стоял и стоит вот ровно в этой плоскости. Российская власть управляет внутренней политикой или не управляет. То есть дважды в 20 веке Россия потерпела поражение исключительно из-за внутренних причин. Я думаю, что и в этом конфликте там ставка и была, и делается сейчас по-прежнему на это же.